Приветствую вас, Полина. Смотрите, какая получается история. Значит, вы пишите, что у вас есть подруга, она осталась своим партнером. Теперь она заглядывается на нашего с ней общего друга. С одной стороны, я, конечно, рада за них, но другой я буду очень сильно ревновать, так как он мой лучший друг и боюсь, что в общей компании начнутся непонятки, так как подругу не любят, когда что-то её, в данном случае, мальчик придётся с кем-то делить. Смотрите, здесь сразу такие аспекты, да, что вы будете ревновать очень сильно. Ревность – это ваши чувства, это ваши проблемы, это ваши противоречия, это ваша определённая неуверенность в себе и это, ну, как бы страхи. Ревность – это страхи, страхи, ваши страхи, вот. Ага, и, ну, страх быть и быть, страх одиночества и так далее, так далее, да? Это первое. Второе. Полностью игнорируется мнение и позиция вашего общего друга, которого вы обе называете мальчиком. Да? То есть, как бы, ну, почему-то он мальчик, да? Почему мальчик-то? Почему мужчина? Вот. То есть, как бы он сам решит. Какая разница, любит подругу, а? Не любит. Он сам решит, если он ваш друг, как правильно сказала моя коллега. Дальше. А как ей сказать, пройти к теме о том, что не стоит всё осложнять и пускай будет как сейчас? Никак. Потому что формально ваша подруга, она не делает ничего плохого. Формально. Формально ваша подруга, она заглядывается на мальчика, который вроде бы как является вашим другом. Ну вот, если честно, я сомневаюсь, что он ваш друг, и сомневаюсь, что у вас к нему только дружеские чувства. Скорее всего, у вас к нему чувства есть ещё какие-то, потому что в противном случае вряд ли бы вас волновало то, что подруга заглядывается на вашего друга. Вот. То есть, чисто формально, подруга права. То есть, как бы здесь, если вы ей скажете, это будет эгоистично и никак это нельзя будет аргументировать. Потому что это ваш страх, вы, как бы, переносите этот страх на подругу. Дальше. Это влюблённость, как пришла, так уйдёт, а вот друга из-за этого можно потерять. Ага. Ну, вы понимаете, что это решать подруге, опять же, да, это не вам решать. И если подруга хочет так, то будет так. Это её право, это её выбор. Вы лучше смотрите на себя и смотрите на свои чувства и на то, какие чувства, эмоции у вас это вызывает, да. Вот. И, соответственно, чем эти чувства вызваны? Вот. Потому что ревность испытывать, например, если ваш друг будет гулять с вашей подругой, ну это странно. Т.е. цена-деревность это разрушительное чувство. Вот. Это говорит о том, что у вас есть определённые проблемы, да, такие как, страх одиного чувства, неуверенность в себе, низкая самооценка, ориентация на других, а не на себя, отсутствие собственной значимости. Вот. Понимаете? Вот с этими вопросами в этом случае нужно работать, а не говорить подруге что-то. Да, т.е. не пытаться подстроить человека под себя. Понимаете, да, о чём идёт речь? Вот. А на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok